Всем привет! Это канал Частер, меня зовут Крилл, и здесь мы говорим о часах. И сегодня у нас на обзоре часы Orient, серия Orient Star, модель DE00003B. Вот эта моделька. Модель выполнена в массивном корпусе из неравеющей стали, покрытым специальным покрытием под желтую позолоту. Ремешок у нас здесь коричневый, из натуральной кожи. Здесь у нас застежка, у которой есть также фиксаторы, которые не позволяют ей расстегнуться в неподходящий момент. Сзади мы видим прозрачную крышку, по бокам здесь указана информация о часах, о компании, Made in Japan. Все часы линейки Orient Star делаются только в Японии. Также здесь информация о воднепроницаемости 100 метров и производственные артикулы. Мы видим здесь маятник и часть механизма. На циферблате мы видим три отдела. Верхний это запас хода. Здесь мы видим отметки 10, 20, 30 и 40. Это часы. То есть максимальный запас хода у них 40 часов. Калибр здесь стоит 40А50. Это механический калибр с автоподзаводом. Слева мы видим число, индикатор числа месяца. Снизу мы видим индикатор дней недели. В центре остроконечная минутная часовая стрелка со светнокопительным покрытием и тоненькая секундная стрелка. Настройка часов самая стандартная. Отгибаем головку на один раз, меняем день недели по часовой стрелке. Против часовой стрелки меняем число. Во втором положении головки мы крутим часовую и минутную стрелки. Устанавливаем время. По запасу хода. Обратите внимание, что здесь у нас есть как автоподзавод. То есть мы можем двигать часы, крутить их и от этого они будут заводиться. Но это не очень быстро. Для этого здесь предусмотрен и ручной завод. Обратите внимание, сейчас у нас стрелочка запас хода на 10. Мы начинаем крутить в нулевом положении головку и мы слышим характерный треск. Это означает, что пружина заводится и, как мы видим, стрелочка двигается в сторону 40. Уже на 20 она. Треск очень громкий. Сейчас я вам это продемонстрирую. Поднесу к микрофону. Да, как вы слышите, треск громкий и при этом вы будете ощущать давление, когда будете крутить головку. Всю эту красоту защищает сапфировое стекло, которое не подвержено царапинам. Оно совсем немного выпирает над корпусом, но в целом это не создает каких-то видимых ощущений выпуклости. А вот так часы выглядят на руке. Элегантный небольшой корпус, однако при этом достаточно толстый. По габаритам у нас диаметр самого корпуса меньше 4 сантиметров. Представьте себе 39,5 миллиметров. С головкой, если мерить, 41 миллиметров. Примерно столько же 41 миллиметров у нас и высота от ушка до ушка 41,5 миллиметров, если быть точнее. Толщина 14,5 миллиметров. Часы достаточно толстые. При этом ширина ремешка небольшая, всего лишь 20 миллиметров. Часы выглядят очень дорого, делового стиля. Подойдут к костюму и к рубашке. В темноте, как мы видим, очень хорошо и отчетливо все видно. Во многом благодаря тому, что светодиодное покрытие есть и на рисках, на точках, как мы видим. 12 точек. Помогает четко определить, что время здесь у нас 15 часов 4 минуты. Среди преимуществ часов хотел бы отметить великолепное исполнение. Ну, в общем-то, оно всегда присуще линейке RENT STAR. Четкие детали. Исполнение на самом высшем уровне. Это уже ощущается, как только вы берете эти часы в руки. Также, среди преимуществ часов, хотел бы отметить цифровое стекло, которое справляется с царапинами еще лучше, чем минеральное. Расширенный календарь. Здесь у нас и день недели, и число. И также, как преимущество, хотел бы отметить запас хода 40 часов, что очень неплохо. Среди недостатков часов, ну, хотел бы отметить их цену. Часы, конечно, очень дорогие. Во многом за счет того, что вся линейка такая дорогая, выпускается, полностью делается в Японии. И за счет этого стоимость этих часов в России достигает нескольких десятков тысяч рублей. Также, среди недостатков часов, хотел бы отметить достаточно толстый корпус. Вот если бы у них был корпус 11-12 миллиметров, то это было бы самое оптимальное решение. Но, к сожалению, 14,5 миллиметров. Толстый корпус, который не всем подойдет. В конце хотел бы попросить вас оставить комментарий к этому видео, а также поставить лайк и подписаться на канал. Ну, а на этом все. Всем пока!